Продолжаем рассматривать работу на синхронизацию, в частности сейчас, что можно делать самостоятельно. Итак, самое главное, это мы топаем, полностью ставим стопу, тогда мы делаем полное приближение и мы чувствуем сам старт. Впоследствии, да, это будет делаться все мягко, на носочках, но для отработки полностью ставим стопу, обязательно топаем, чтобы было слышно. Вместе с этим синхронизируем удар, то есть каждый удар, точнее каждый топ, это удар. Выбираем один вариант удара, например, сейчас посмотрим джеб. Если с оружием, то же самое с ножом, какой-то вариант укола, либо какой-то удар палкой, один. И по раунду отрабатываем так все варианты. Итак, джеб, топаем. Здесь начинаем ходить. Это не просто перетаптывание на месте, это именно вариант перемещения. Чтобы позиция ног постоянно менялась, чтобы вы наносите как варианты задние, передние, со смещением туда-сюда. То есть, если сильно тяжело комбинационно, то начинаем просто перетаптываться на месте. Но впоследствии начинаем именно ходить, маневрировать в любую сторону. Обязательно сочетаем топ и удар. Работав по воздуху, то же самое делаем по цели. Понятное дело, что это будет не силовой удар. Но, чтобы впоследствии научиться именно вкладывать массу, сочетать с тобой, делаем сейчас. То же самое, ходим и стучим по цели. Соответственно, чем выше частота топа, тем больше количества ударов ногой наносить. Но не ноги гонятся за рукой, а именно рука за ногами. Это важно. Освоив простой вариант, каждый удар отработав на топах, пробуем это усугубить дело. Следующим образом, например, наносим два удара одной рукой. Два одной, один другой. Если мы работаем, например, с ножом, то соответственно, это могут быть две атаки защиты, две атаки защиты. То есть мы рассматриваем, чтобы выполнение любого технического действия у нас было синхронизировано. Соответственно, уплоны нырки, это тоже самый вариант смещения и защиты. Поэтому стараемся защитные атакующие действия, обязательно синхронизировать с ногами. РАДИСОСТИНra. ЛУИНОСТИН. ЛУИНЬЕ ВОЗ. Из marcайüğные случаев,